В прошлом году главной темой мировой политики была, конечно же, экономика. Политические лидеры решили, что мировой экономический кризис слишком серьезное дело, чтобы можно было доверять борьбу с ним одним экономистам и финансистам. И по этой же причине теперь все внимательно всматриваются в год 2010, пытаясь определить, насколько он будет лучше предыдущего. И вот здесь есть два подхода. Один гласит, мировая экономика уже переболела кризисом, и теперь начнется постепенное выздоровление. Но есть и другой подход. Мы уже говорили вам о версии, согласно которой ситуация будет развиваться по формуле W. Если верить этой версии, то за спадом 2008-2009 годов последует небольшой подъем, но затем будет новый спад, который вернет ситуацию к худшим дням только что, казалось бы, преодоленного кризиса. На днях этот прогноз поддержал известный финансист Джордж Сорос. Крепнущая вера в то, что финансовой системе удалось избежать коллапса и что мы потихоньку возвращаемся к прежнему состоянию, свидетельствует о серьезном недопонимании сложившейся ситуации. Шалтая-болтая уже не собрать, считает Джордж Сорос. Процесс восстановления вполне может выдохнуться и даже смениться вторым экономическим спадом. Хотя я не уверен, случится ли это в 2010 или в 2011 году. Со схожей оценкой на днях выступил Всемирный экономический форум, который по традиции собирается на следующей неделе в горном швейцарском Давосе. Как отмечается в докладе форума, финансовый кризис и последовавшая за ним рецессия создали более уязвимую среду, в которой риски, оставленные без внимания, превращаются в завтрашние кризисы. По мнению многих экспертов, есть вероятность, что правительство сейчас свернут программы финансирования экономики и все возвратится на круги своя. Ведь нынешнее относительное оживление связано в основном с огромными вливаниями в экономику из госбюджетов. И вот здесь мир подсерегает другая опасность – угроза крупных бюджетных дефицитов. А это может привести уже к банкротствам не частных предприятий, а целого ряда государств, по типу процветавшего совсем недавно Дубаи, который оказался на грани такого банкротства в конце прошлого года. В частности, существует прямая угроза, что на днях Греция может объявить дефолт по своим долговым обязательствам. И, наконец, некоторые специалисты предрекают обвал экономики Китая. Как известно, из-за глубокого кризиса в США именно Китай сейчас претендует на роль нового локомотива мировой экономики. В прошлом году темпы роста в Китае составили 8%, и это несмотря на глобальный кризис. Однако высказываются подозрения, что китайское руководство манипулирует экономическими показателями, а тем временем в Китае зреет суперпузырь. И если он лопнет, волны от этой экономической катастрофы, как от мощнейшего цунами, с новой силой ударят по мировой хозяйственной системе. Повторим, это всего лишь версия, и общая тональность оценок перспектив мировой экономики достаточно оптимистична. Продолжение следует...